Кличка этой милой крошки Холера. Хозяин крематория для животных назвал ее так, потому что она добровольно пришла в место, где ее сородичи обретают свой последний приют. Пушистой красавицы здесь хорошо ее кормят, гладят, к тому же еще и тепло. Александр – майор спецназа в отставке. Обожает животных, но после выхода на пенсию вместе с товарищем решил заняться таким специфичным видом бизнеса. Правильно говорить и бизнес, но только не крупный. В голову, не знаю, воспитание, во-первых, никогда мусора не бросает на улице. А когда, особенно в последнее время, видишь сбитых собачек, кошек на дороге валяются, а у меня уже и внук растет, когда все видишь. Ну, алгоритм, в принципе, и несложный. Я вам задаю вопросы, допустим, как вы намерены кремировать. Если это общая кремация у нас, есть индивидуальная кремация. Общая кремация – это когда мы копим объем, на который рассчитан наш крематор, и сжигаем, то есть, ну, так сказать, определенное количество. А индивидуальная кремация – это уже совсем другое. То есть, мы, наоборот, учищаем крематорий, чтобы не было никаких других биологических отходов. И для клиента сжигаем непосредственно собачку и предоставляем урну. После процедуры прах животных отвозится на золоотвал. Некоторые владельцы забирают урну с собой и хранят дома. В нашем городе услуга кремации животных не востребована. У меня была собака. Так случилось, что, гуляя в этом дворе, моя собака была отравлена. Когда мы приехали в ветеринарную службу, врачи уже не смогли ничем помочь. И, к сожалению, питомец погиб. Ну, так как мы все прекрасно понимаем, что питомцы становятся нашими членами семьи практически, хочется попрощаться с ними, так скажем, ну, по-человечески. То есть, похоронить их, предать земле. Собственно говоря, так мы и поступили. Мы взяли нашего питомца, увезли в лес за город и закопали. Александр Шахраев говорит, интересных историй в таком нерадостном роде деятельности тоже хватает. Собачку привозили, мужчина, муж с женой. Вот они вот, у нас, еще раз говорю, у нас камера установлена в самом крематории. То есть, они видят, как это очевидно происходит, как загружается, как зажигается, после закрывается. То есть, ну, они сидели где-то тут долго. Вот, то есть, они сидели и смотрели, плакали. Женщина, она, видно было, у нее денег не очень много, она мне позвонила, узнала, где мы находимся. Это так же, как ее не могла найти. А дождь был сильный. У нее собачка была 9 килограммов 20. И вот она несла от остановки под этим дождем сюда. Все так плакала. То есть, и вот она пришла сюда, и вот это, наверное, вот. Ну, то есть, любовь была у нее такая конкретная к этому животному. Отдала. И отказалась. Причем, почему-то здесь находиться. Даже я подговорил, давайте я вас отвезу до остановки.